Друг, хочу тебя познакомить с одним приложением. Это WeGamers. Приложение от игроков для игроков. Это как инстаграм для геймеров. Но главенствуют здесь мобильные игры. Здесь ты сможешь создавать и вступать в группы, проводить трансляции, а бонусы переводить во внутриигровую валюту. В приложении создан мой чат. Там ты сможешь найти себе пати и взять мифа намного легче. Ссылка на чат в описании. Мур, привет, друг. Это Зверько. А ты, наверное, просил гайд на Бэйна. Нет? Но все равно посмотри. Почему бы и нет? Вот у тебя есть скин сезонный, а игра не радует. Давай исправлять эту фигню. Конечно, на рейтинг выше леги его не натянуть, но поугарать в обычке можно. Быстро по навыкам. Пассивка. Активируется каждые 6 секунд и наносит увеличенный урон окружающим от автоатаки и замедляет их. Что важно помнить. Первое. Расстояние почти как у выстрела. Второе. Криты проходят. Третье. Можно активировать об крипа, об башню, об моба, чтобы достать пассивкой убегающую цель. Первый навык. Пушка-картеч. Бэйн стреляет снарядом, который при попадании или на расстоянии разлетается. Урон у снаряда больше, чем у картечи. Но картечу легче попасть, тем более действует на область. Попадание замедляет противника и помечает чернилами. Про чернила. Вступать в схватку на автоатаках на бэйне не стоит, потому что автоатакеры заведомо сильнее. Но благодаря этим чернилам быстрее фармится лес, потому что каждый удар автоатакой по помеченной цели перезаряжает полсекунды нашей пассивки. Второй навык. Навык дает маленький самоотхил, но главное ускоряет на 30% бег бэйна. Сила плевка максимально, когда полоска покраснеет. По урону слабеют только пассивки с критом. Навык используется постоянно для перемещения и для урона. У бэйна, наверное, 4 печени, столько рому пить. И ульта бэйна. Косяк головастиков, которые наносят мизерный урон, перемещаются медленно и могут атаковать не более двух фрагов одновременно. Урон по башням 15%. Это больше психологическая атака, чем нормальный навык. Можно не жалеть. Окинем взглядом все это. Сильная пассивка и сильные первые два навыка. В принципе сойдет. Эмблемы. Мне нравятся эмблемы поддержки со скоростью бега и гибридным восстановлением. А из перков монета. Вообще тут кто во что гораст. Дополнительный навык. Спринт. Он совмещается со вторым навыком и мы получаем флэша в форме осьминога. Очень выручает. Сборка. Обувь демона. Бэйну. Надо все время применять навыки. А сапоги решат проблему маны почти полностью. Клинок отчаяния. Так рано, потому что так надо. Тем более скорость фарма бэйна позволяет быстро его собрать. Бесконечная битва. И вот основа урона бэйна собрана. По поводу битвы. За второй навык применяй два раза. После того как выпьешь ром, жми удар и после плевка опять удар. Топор кровожадности. Ну понятно. Исцеление и кд. Ярость берсерка. Одного предмета на крит хватит. Злобный рык. Башни будут лететь за считанные секунды. Тактика. Летишь на линию, счищаешь волну и сразу в лес. Начинаешь с первого навыка, чтобы ускорить перезарядку пассивки. Либо со второго навыка, чтобы сделать ранний ганг. Сам принцип боя бэйна. Бей и беги. Плюнуло врага, ударило его, отошел, выстрелил. Пассивка перезарядилась, опять ударил. В лобовом столкновении бэйну сложнее справляться. Для применения пассивки тебе даже подходить не надо. Ты можешь ударить крипа, чтобы пассивка достала до врага. Или до башни, в которой тоже проходит усиленный урон. Не забывай замедлять убегающего противника. Удобнее сначала пассивкой ему дать, а потом с снарядом по удаляющейся жопе. Бейн очень быстрый пушер, благодаря массовости навыков. А если запахнет жареным, врубил спринт, глотнул урому и побежал, побежал, побежал. Это позволит выигрывать катки, проигрывает даже по счету. Но помни, не следует фидить. Как я говорил выше, ульту не экономим. Используй для зачистки фарма и внесения урона. Вообще, комбинируй навыки с ударом рукой для активации бесконечной битвы. Ультанул, ударил, выпил ром, ударил, плюнул, ударил, выстрелил, ударил. Помни, постоянно двигайся от пожирает праздник. А на этом все. Если видео тебе понравилось, подпишись, покажи его друзьям и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok